Сегодня мы поговорим о методе максимального правдоподобия. Метод максимального правдоподобия это способ получать различные лосс-функции из различных распределений, а точнее из предположения о том, как у нас распределены данные. Как работает метод максимального правдоподобия? Итак, рассмотрим ситуацию, когда у нас есть n независимых наблюдений, которые мы будем обозначать x и t. Что значит независимых? Это означает, что они получены независимо друг от друга. То есть, допустим, у нас есть окружающая среда, и мы в этой окружающей среде одновременно, но независимо, в различных точках, померили температуру при помощи каких-то градусников. И в этом случае у нас получается набор независимых наблюдений. Какова вероятность получения такого набора независимых наблюдений? Вероятность полного набора наблюдений будет равна произведению вероятностей независимых наблюдений. И это можно записать при помощи операции произведения, это будет произведение i от 1 до n, вероятностей x и того. Мы будем считать, что все эти наблюдения сгенерированы одной и той же функцией распределения. И у этой функции распределения есть некоторые параметры W. Именно эти параметры, которые мы не наблюдаем, мы хотим подобрать. Например, эта скрытая переменная может быть реальной температурой. Мы наблюдаем не реальную температуру, а какую-то измеренную, и измеряем мы эту реальную температуру с какой-то погрешностью. Мы хотим восстановить эти скрытые параметры W, которые мы не наблюдаем, а наблюдаем только температуру, которую измеряют градусники.